Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет Мукбанг с KFC. Вот такой вот у меня пакет всего. Также, кстати, я сохранила чек в последнее время. Я это не делала, и в результате вы не знали цены. Поэтому я думаю, что с чеком будет видео более информативным. Итак, я все открыла, чтобы не шушать пакетами. Посмотрела на экран, убедилась, что в комнате как-то слишком темно. Но решила поддобавить света. Значит, давайте пройдемся по ценам. Кока-кола стоила 1 монат. Картошка фри также стоила 1 монат, но здесь совсем-совсем ее чуть-чуть. И самый дорогой это Биггер. Он реально очень большой, я его потом вам сблизи покажу. Он вот так вот упакован. Стоил он 4 моната 30 копеек. В рублях все цены я буду писать здесь, чтобы вам было удобнее. И также здесь, значит, стрипсы. Здесь всего 3 штуки, они стоили 3 моната 30 копеек. На мой взгляд, как-то дороговато, если честно. Но что поделать? Так, даже не знаю, с чего начать. Где моя трубочка? Вообще, раньше нас всегда кидали. То есть не то, что кидали, а постоянно забывали что-то положить. В этот раз, как бы мне стыдно не было, я открыла пакеты и посмотрела, все ли на месте или нет. Обычно это бывает, когда заказ бывает большой. Обязательно что-нибудь да забудут. Также я взяла сырный соус. Мой любимый. Вот так вот он выглядит. И обалденно пахнет. Я всегда очень много пью. Вот так вот выглядят стрипсы. Я больше, если честно, поклонница Макдональдса, нежели Киевсе. Но Киевсе ближе к моему дому. Поэтому в этот раз Киевсе. Ммм, но не хрустит. Прям тепленькая. Очень вкусно. Я знаю, что Киевсе славится своими крылышками. Но я спросила. Они сказали, что они все очень сильно перченые. То есть обычных не бывает. А я не люблю. Вкусно. А если вы тоже любите фастфуд, то ставьте лайк и пишите в комментариях. Также обязательно будем о чем-то болтать. Поэтому вопросики. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что вопрос я выбираю именно из инстаграма. Без чего вы больше всего не хотели бы жить? Странный немножко вопрос, если честно. Например, жизнь без родителей. Я не представляю. Как трудно жить без мамы. Даже если у тебя появятся дети, вместо мамы, мне кажется, никто никогда в жизни не займет. Для меня жизнь не имеет смысла без мамы. Дай бог долгих лет жизни моей маме. Картошка обалденная. Как-то мы один раз с фатей даже сравнивали KFC и McDonald's. Это видео есть на канале Асхватима. Вы можете перейти и посмотреть. Я оставлю ссылку в инфобоксе. Мне показалось, что стрипсы очень дорогие. Но смотрите на размер. Это два наггетса McDonald's. Нереально просто вкусно. Обязательно я не могу не забиваю. Так, давайте продолжим. Следующий вопрос. Хотела бы я жить вместе с Фатей? Если честно, Фатя мне как сестренка. Я думаю, что мы прекрасно бы с ней сжились бы. Вообще, очень жаль, что у меня нет сестры. Потому что иметь такого близкого человека всегда рядом дома, это потрясающе. Ну, слава богу, я встретила Фатю. И можно сказать, отсутствие сестры я не так сильно замечаю. Я понимаю, что это все вредно. Но это так вкусно. Мне всегда так. Когда я первый раз что-то пробую, мне никогда не нравится. Также было и с McDonald's, и с KFC. Также с пиццей. И когда первый раз попробовала пиццу, я подумала, фу, чё за гадость. Слишком много сыра. Начала там капризничать. Вкуснотища. Что касается девчонки АСМР, я заметила в комментах, что много зрителей хотят именно подобные видео на моем канале. Если кто-то знает, где можно купить микрофон АСМР, то пишите мне обязательно в комментариях. Потому что я тоже хотела бы себя попробовать в этой области. Но, к сожалению, из-за отсутствия микрофона я не могу это сделать. Я сама обожаю. Вот постоянно смотрю футблогеров. У меня прям сразу аппетит появляется. Стараюсь на ночь не смотреть. Потом заснуть не смогу. Ну так перед видео, или перед приемом пищи, или просто включаю, как кто-то ест и сама включу. Если бы кто-то мне год назад сказал, что ты будешь футблогером, просто будешь кушать на камеру, я бы просто посмеялась и сказала, что идиоты. Но сейчас я подсела. Это очень манит. Я вас понимаю. Особенно в последнее время я смотрю именно блогеров, у которых очень много подписчиков зарубежных. Во-первых, учу английский язык. И плюс они как-то, как грубо бы не звучало, но впереди нас, мне кажется. То есть смотря американских блогеров, я понимаю, что насколько мы позади. Давайте уберем эту штуку. Я постараюсь не шуршать. Вот этот биггер был самым дорогим. Давайте подробно его обсудим. Он очень похож на макчикен. Прям копия. И вот эта вот капуста. И все остальное. Но макчикен немножко поменьше размером будет. Ну, тоже неплохо. Свежая помидорка. Вот одного такого биггера, мне кажется, достаточно, чтобы наесться. Он огромный. Он... Смотрите, какого размера. Я одной рукой его взять даже не могу. Здесь что-то наподобие трипсов. Ой, полезно-то как. Кола. С трипсами. Биггер. Не, он божественно. Когда первый раз попробовала, вообще не понравилось сочетание вот этой вот сладкой булочки. Вот такой вот он внутри. Я не стал много всего покупать. Я знаю, все равно. Я не смогу все это съесть, потому что один биггер рассчитан на одного человека. А здесь у меня еще стрипсы. Не знаю, картошка фри. Он очень сытный. Сочный. У меня шрухи все в соусы. Он прям течет. Как из Black Star бургера. Надеюсь, что у меня сейчас камера не выключится. Она мигает. Смотрите, какая штука внутри. Это что-то наподобие трипсеб. Но сочетается просто обалденно. И здесь еще сверху гунжут. Сказка. Сегодня мы с вами не болтаем. Просто я ем тупо. Всегда пью очень много воды. Но в данном случае это Кова. Супер полезная еда. Просто минусом прям разваливается. очень трудно держать в руках. Не знаю, что это за капустка у них. Но очень вкусно. Следующий вопрос. Нравится ли вам человек, которым вы стали? Я не считаю, что за последнее время с появлением подписчиков я как-то изменилась или стала другим человеком. Мне кажется, это та же самая Айнуша, которая и была. Просто у меня недостаточно времени, например, отвечать всем. И почему-то многие думают, что я какая-то высокомерная стала. На самом деле нет. Я очень часто в Инстаграме отвечаю. Стараюсь вообще всем отправлять голосовые сообщения, потому что писать очень долго. Мне хочется там, не знаю, высказаться. И так далее. Просто может быть так получалось, что каждый раз именно вам я не отвечала. Но вы поймите меня тоже. Вас стало много. Я одна. Я не считаю, что я стала каким-то плохим человеком. Наоборот. Я думаю, что в дальнейшем чем богаче я стану, если я стану, тем проще я буду. Хочу в дальнейшем помогать начинающим блогерам. То есть бесплатно пиарить их, там, объяснять все по-настоящему монетизации и так далее. Я и сейчас хочу это делать. После, когда я сказала, что я хочу строить конкурс и одну девочку выбрать себе сюда, научить ее блогингу, как монтировать видео, через какую программу, распиарить ее. Мне начали писать в комментариях, что у тебя что, так много подписчиков, что ты кого-то еще и пиарить будешь. Много было таких негативных отзывов. И, честно, немножко неприятно, потому что я с чистой совестью, с доброй душой хотела это делать. Потому что, когда я начинал, мне никто не помогал. Я не хочу помогать человеку, который просто тупо подписался на меня, чтобы я его распиарила. Я хочу, чтобы это был какой-то случайный подписчик. Может, даже подписчик, который подписался на меня уже давно. Как-то в знак благодарности. Потом моя мама тоже поддержала. Она говорит, что у тебя еще не такая уж большая аудитория, чтобы ты кому-то помогала раскручиваться. Пусть у тебя хотя бы будет 100 тысяч, чтобы твой пиар чего-то стоил. Но, с одной стороны, я согласна. Но мне уже хочется это делать. Я не хочу как бы себя выставлять такой хороший. Но мне всегда было обидно, что наши блогеры, блогеры в Азербайджане очень слабо развиваются. Почему бы не помочь кому-то? Если ты можешь это сделать. Ведь для тебя это стоит всего совместное видео. Ну и что ж, эти люди потом будут твоими конкурентами. Зато в этой жизни ты сделал какое-то доброе дело. Я уже загорелась. Думаю, вот. Даже можно двух девочек выбрать. Вдруг у меня разрядилась камера. Я не знаю, с чем это связано. Последнее время моя камера очень сильно меня подводит. Она просто может сама по себе выключиться. Хотя она у меня новая. Я купила после того, как начала заниматься блогерской карьерой. Ютубом я занимаюсь, если кто не знает. Два года даже нету. Полтора года. То есть совсем недавно. Что я могу сказать про Бикер? Да, так он назывался, да, по-моему. Это самый большой гамбургер, если так можно его назвать, в Киевсе. Очень вкусный. Допью до конца колу. Все. Я умница. И здесь осталось немножко картошки фри. Это было нереально вкусно. Это было нереально сытно. Я знаю, что это было не полезно. Но иногда можно себя побаловать, я считаю. Вообще впредь буду стараться снимать для вас как можно больше видео, чтобы обязательно каждый день на моем канале были новые видео. Также мы договорились еще со Скватимой, что уже более основательно подойдем к вопросу Ютуба. То есть не просто как хобби, не знаю, в неделю одно видео или два видео. Две видео. Поэтому что-то у меня нос чешется. Кто-то по мне скучает. Может быть, это вы. Поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что перед тем, как видео выйдет, бывают анонсы именно в Инстаграме. Именно там я у вас спрашиваю интересные вопросы. Вы можете попросить передать привет. Я это с удовольствием сделаю. Поэтому обязательно ссылка будет в инфобоксе. А на этом все. Я вам желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами была Эмили. Всем пока.